Власти другого штата Гавайи сегодня в спешном порядке изменили систему оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций. Причиной стал крупномасштабный скандал, когда все жители островов получили тревожное сообщение о том, что в сторону Гавайев летит баллистическая ракета, и через 15 минут наступит ядерный апокалипсис. О том, почему на Гавайях поверили сразу же. Из США Александр Христенко. Если вы смотрите данное видео, это значит, что я не выжил. Баллистическая ракета летит прямо на Гавайи. Сотни тысяч людей на Гавайях мысленно попрощались с жизнью. Многие в ужасе звонили родным и близким, записывали им видеосообщение, чтобы сказать последнее прощай. Я писала смс своей дочери. Если я умру, знай, я люблю тебя. Это самое жуткое, что случалось в моей жизни. Я не хочу, чтобы это когда-либо повторилось. На Гавайях, а это 50-й штат США, все знают. Подлетное время ракеты из Северной Кореи 12 минут. Это было ужасно, очень страшно. О том, что островам ничего не угрожает, жители узнали лишь через 38 минут. Все это время сотрудник гражданской обороны пытался исправить ошибку. Это он включил оповещение, дважды нажав в компьютере не на ту клавишу. А вот кнопки, отправляющие сообщения о том, что тревога ложная, в системе просто не оказалось. В разгар всеобщей паники эту функцию стал пытаться срочно запрограммировать системный администратор, который в тот момент был дома. Штат взял на себя ответственность. Они допустили ошибку. Мы надеемся, что они не допустят ее повторения, но дело в том, что люди на взводе. Но кто взвел этот курок, постоянно угрожая Северной Корее ударом? Это сам Трамп и его партия, говорит актер Джим Керри, который в момент ЧП был на Гавайях и тоже в мыслях уже расстался с жизнью. Я проснулся этим утром на Гавайях и узнал, что жить не осталось 10 минут. Это была ложная тревога, но это было настоящее правительское предупреждение. Если мы позволим этому человеку Гаморе, его порочному республиканскому конгрессу продолжать настраивать против нас весь мир, нас ждут такие страдания, какие мы не сможем вообразить. Кажется, впервые с момента окончания Холодной войны в США осознали, насколько реальна ядерная угроза. Жители Гавайи платят за десятилетия провальных решений лидеров этой страны, таких как неспособность договориться, чтобы защитить нас от подобных угроз. Сенатор от штата Гавайи Тулси Габбард призвала президента США сесть за стол переговоров с лидером КНДР безо всяких предварительных условий. Еще во время предвыборной кампании Дональд Трамп бравировал тем, что запросто поговорит с Ким Чен Ином, но в итоге, заняв кресло президента, посылает в адрес лидера КНДР лишь неслыханные ранее угрозы и оскорбления. Продолжение следует...